Добрый день, друзья. Я всегда паркую, вон там он, на углу, а сейчас занята, представляете, пришлось на другом углу занять. Иду с работы, я сегодня так хорошо поработала, руки, правда, у меня все, смотрите, пальцы. Но это рабочий процесс, поэтому никуда от него не денешься. А еще я сегодня утром, представляете, вернее, вчера включила компьютер, когда с вами попрощалась, и хотела уже в вечер какой-то дуэт. Монтировать, но мой ноутбук решил по-своему, он начал перезагружаться, начал какие-то загружать там себе новые эти, ну, переделываться. И, в общем, он, не знаю, до скольки ночи переделывался, я ушла в 12 ночи спать, а он все переделывался, переделывался. И, в общем, я не смогла смонтировать влог, загрузить его, но сегодня утром я встала пораньше. О, смотрите, Ауди, новый магазин, который открылся, встала с утра пораньше, как говорится. И пошла дружненько монтировать влог, не позавтракав, первым делом загружать, чтобы я человек очень ответственный, что должно быть по расписанию. Вот, ну, я сегодня, видите, опоздала, я ждала, 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 когда он этот компьютер загрузится. Нифига, не грузился я бы, не будешь я целую ночь ждать, когда он там перезагрузится. Ну, так вот, да, моя рыба сладкая? Да, кушать сейчас пойдем, ням-ням. Знаете, на работе никогда не хочется есть, когда работаешь, то как только сажусь в машину, ну, прям такой жор нападает. Наверное, уже тело знает, что едем домой, а я на работе тогда думаю, ой, сейчас не хочу есть, не буду. Ага, сколько села в машину, и уже все, и аппетит пришел, и желание. Так что, я разогревать опять буду, у меня бортошка есть, и в теле, салатик какой-нибудь сделала, авокадо там есть. Он уже полудоховый такой, но я его оживлю, амчок, наверное, чтобы совсем вкусно было. Ой, как здесь говорят, угар, дулься угар, дом, милый дом. Все, переодеваемся, точнее, снимаем с себя одежду. И разогреваем вкусняшку. Я тут уже на пляж собираюсь. Это не на пляж, это чай сейчас буду пить. Как вчерашний. Вот, а это у меня на пляж. Инжир, вот, который я вчера натырила, ну, натырила, взяла. Он там, не на дороге, а так рос сам себе. Вот, Таня мне вот привозила три штуки, я вот их вот тоже почистила. И клубничка. Я с собой всегда беру, потому что на пляже почему-то всегда хочется кушать. Вот, и там все лопают всякие булки, знаете, пирожки. А я сижу, фрукты наяриваю. И, естественно, обязательно вода. Я на той неделе, или на какой, мало воды взяла. Пришлось уехать, потому что я так пить хотела. Я просто сидела и умирала от жажды. Думаю, что я буду умирать, поеду я домой. А сейчас чай похлебаю. Вот, и буду отдыхать, в общем. Манго еще не поспела. Инжир еще, вот еще, кстати, остался. Видите, сливки вкусные, когда приедут я. Ой, блин, можно было бы лимон добавить. Сейчас добавлю в чай. Сегодня море не в духе. Ветер, ветер ты могуч. Венто де леванте. То есть здесь еще нормально. А вот смотрели там, где я живу. Там шторм, наверное, сильный. Де леванте, это откуда входит солнце. То есть откуда ветер. И вот море не становится холодным. Потому что волны, но они небольшие. Смотрите, смотрите. Я накупалась, накаталась, потому что такие волны, они не страшные. На этих волнах можно классно кататься. Я уже сходила, покайфовала. Зонтик, конечно, мой тут еле держится. Он такой маленький и хлипленький. Но это подарок, по-моему, с этой заправки. Но зато он легкий и ничего не весит. Тетишки там играют. Я сегодня пораньше приехала на море, потому что дома вообще жарища такая. Я вот решила, чем дома сидеть, лучше на пляже посижу, то же самое. Телефон не полазаю. Эта девушка, это спасательница. Спасательница Малибу. Вот она, если что, будет вас вытаскивать из моря. Если вдруг вы начнете там кричать, тонуть, она вам поможет. По крайней мере, должна помочь. Они там проходят разные экзамены. Это они хухрые-мухрые там просто взяли и это. Они экзамены должны проходить по плаванию, там по всему на свете. Потом здесь еще ходят, убирают пляж. Третий ходит, проверяют дистанцию или соблюдают, масках ли ходят. В общем, нормально контролируют. Вот так вот, видите, как бушует. Где мне там микрофон? Я через эти наушники надела. Вот эта парочка уже там, наверное, час сидит в море, не вылазит. Вода теплая, хорошая. Вот так и проводим день. Мои коленки. Я всегда под зонтом сижу. Я не люблю загорать. Иду тут, вышла с Чарли погулять. Сегодня вообще насыщенный получился день. Я даже успела поругаться. Сейчас все по порядку. В общем, а сейчас расскажу. У нас в семье на пляже, ну, есть умные люди, скажем так. Вот, и один родственник, он хорошо учился в школе, все дела. И вот, когда закончил школу, он сразу знал, что пойдет в науку. Вот, и ему даже представлять, у него были очень высокие оценки. И ему прислали, когда он выбирал, куда ему пойти в университет, ему прислали письмо такое из королевской там, чего-то там делегации какой-то, с подписями, со всеми делами, что он может выбрать любой университет в Испании и спокойно там учиться. Но научные, вот это вот, куда он хотел учиться, есть вот в Испании два университета. На севере, и вот у нас в Гранаде. Кстати, в Гранаде, как считается, студенческий городок, там очень много разных университетов и очень много студентов. Вот, и они как бы котируются. Ну, и, естественно, он выбрал в Гранаде учиться рядом с домом. И вот два года удачно уже там учиться. А так как в этом году такая вот ситуация, его, в общем, как студента пригласили, в общем, как бы, ну, на работу. Ну, практика, не практика. Ну, вот на разработку всяких вот этих вот, что сейчас разрабатывают, правильно? И к чему я это говорю? В общем, сегодня такая, ну, мне интересно мнение, да, в умного человека. Так, надо очки надеть. И, значит, я его спрашиваю, говорю. Когда, говорю, это все закончится, канитель с этим вирусом? Он говорит, вирус никуда не уйдет, он как был среди нас, так и останется. Вот, и, ну, говорит, сейчас есть уже хорошие эти прививки, которые почти на последней стадии разработки. Ну, это Америку, как говорится, не открыл. Все мы об этом знаем. Он говорит, есть довольно-таки качественные. Вот, а со временем, говорит, вообще этот вирус ослаблен, будет ослаблен. Вот, и даже не нужны будут никакие прививки. Просто как переболеем, я говорю, ну, как грипп, он говорит, даже намного проще, намного слабее. Даже, говорит, сейчас уже этот вирус, он становится слабее. Ну, и правда, вот у нас по телевизору говорят, что смертность меньше становится. Вот, то есть меньше людей умирает. Ну, может быть, это уже и связано, знаете, раньше, как... Пальчик убрать. Больницы, типа, где были у нас, как бы, были больницы переполнены там, где был, как бы, очаг заражения, правильно? И не хватало вот этих разных дыхательных аппаратов для людей, поэтому умирали или не знаю что. Ну, в общем, это факт, что смертность, как бы, стала меньше. И, говорит, раньше человек один заражал до 30 людей, а сейчас один человек может заразить что-то там до 10, меньше намного. Еще у нас этот вирус помолодел. Но помолодел он, может быть, тоже... Рука так устает. Из-за того, что сейчас всех обвиняют, что у нас заражают молодежь. Вот они ходят на дискотеки, в бары, потом они собираются там в подворотнях, в парках, выпивают. И вот потом несут все это домой. Вот. И говорят, что умирюс помолодел, скажем так, на 20 лет. То есть раньше болели 65-летние люди, а сейчас и 30-летние, и 40-летние. Но в более легкой форме. Вот. Это уже не он мне сказал, а так. Что это там еще-то он сказал? Я и забыл уже. Ну, в общем, все такое вот, что мы уже об этом знали. То он и рассказал, что никуда он не уйдет, этот вирус. Но, в принципе, он... Все же не говорят, что это не прям вот новооткрытое. Это просто вот... Он был всегда, этот вирус немного мутировался и начал нас атаковать. Но он потихонечку сдается. И со временем... Ну, прививки, конечно, надо делать. Но со временем он ослаблен будет. И может даже будет. Не надо никакие прививки делать. Потому что мы его просто вот... Ну, как вот нек... У нас же сейчас, знаете, как 80% бессимптомно проходит болезнь люди. Ну, вот. Но остальные 20% могут и умереть. Вот в чем проблема. Попадем мы либо в 80%, либо в 20% никто не знает. Поэтому, как бы, то ли ты помрешь, то ли ты проболеешь. И ничего страшного с тобой не будет. Как бы рисковать и проверять не очень-то и хочется. Правильно? Не дураки же. У нас все-таки есть это. Самовыживание. Как там он? Ген самовыживания. Вот. Хотя у некоторых подростков нет никакого гена. Ну, когда нам было 18-20 лет, мы тоже вздумали, что нам море по колено. И мы ничего не заболеем. И все пройдет мимо нас. Так, вот вам немного рассказала. У нас сегодня, конечно, я посмотрела 1700 заболевших. Представляете, 1700 людей. А буквально 2-3 недели назад было 76. А еще, ну, опять, очаги также находятся в Мадрине, в Мадриде, Арагон, Каталуния. Вот там она. Они все никак не успокоятся. Вот. У нас вроде на этой неделе все спокойно. Вот на той неделе прям было, знаете, закрывался один бар, другой бар. Детский садик закрылся. И прям было как джим-жим. Шли слухи, что и в Меркадоне были заражены продавцы. И Меркадоне, и Валькампу. В общем, трындец был капец. Было немного страшненько. Вот. А сейчас вроде бы ничего. Нормально, все спокойно. Тьфу-тьфу-тьфу. Так что это вам по поводу вируса немного проболтало. А еще что я с кем сегодня поругалась. Представляете, муж приходит и говорит, второй день мне названивают из какого-то там адвокатской конторы. Вот, что мы должны деньги, и что если мы не заплатим, то на нас подадут в суд, ля-ля-ля, тополя. Ну, я понял, это Джастель был. Это компания от телефона, с которой вот мы раньше имели дело. Они мне, помню, я вам говорила, присылали фактуру. И в этой фактуре была начислена остаток за планшет, который они мне подарили. Я эту фактуру аннулировала. И, типа, говорю, когда позвонят, тогда я им объясню, что это неправильная фактура, и правильную оплачу. Ну, они не стали мне звонить, а я им не могла дозвониться. И они вот сразу, типа, в адвокатскую контору и в суд. Ну, я начала этой девушке, значит, объяснять, что эта фактура неправильная. И они туда внесли неправильную сумму. В общем, как только будет правильная сумма, я ее с удовольствием оплачу. И она, знаете, какая? Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Это ее работа, она, наверное, таких, как я, целый день вот так вот посылает или что-то. Я вот и на бу-бу-бу, она в своем стоит, на своем стоит. Я говорю, девушка, вы понимаете? Вообще, слышите, говорю, что я говорю? Я ей так культурно, но уже ругаюсь. Я говорю, она передо мной, и это лежит фактура. Я говорю, и передо мной она лежит. Говорю, все связи, все, говорю, наши вот эти контакты, все записано. Пускай они ищут и находят, что этот таблик, этот планшет был подарен. Я не собираюсь, говорю, платить за подарок. Как вы могли бы понять. В общем, она тоже бу-бу-бу, я бу-бу-бу. Мы так минут 15 бу-бу-бу-букали, потом она, значит, мне говорит. А там больше на 23 евро фактура. Да хоть 3 евро. Я говорю, а почему я должна платить? Они хотят, чтобы я заплатила. Я хочу заплатить. Не вижу никакой проблемы. Но я буду платить то, что я должна. Вот, и она опять бу-бу-бу, я ей бу-бу-бу. В общем, сошлись на том, что там она... Я вам могу предложить, что-то там она мне предложила, не поняла, что. Что я теряю, в общем, 5 евро всего. Ну, в общем, представляете, минут 20 она бу-бу-кула, я бу-бу-кула. Я говорю, а 23 евро надо было выше платить. Думаю, ну ладно, переплачу пятерку. И ничего страшного, чтобы она мне не бу-бу-кула. Так я еще и, знаете, как, я ее напугала и говорю, я на вас в суд. Вернее, не на вас, а на вашего клиента в суд подам. Говорю. Так что не переживайте. Пускай тоже ждут этот, как взаимный иск. Конечно, за 5 евро я не буду ни с кем связывать. Но последнее слово было должно за мной стоять. Вот так. А я, знаете, я прям такая, говорю, все, отвела душу, поругалась. Так что вот такой вот у нас день получился. А нужно свое. Я говорю мужу, а что ты, говорю, не мог так поругаться? Ой, я не умею, я не знаю. Я говорю, свое, он бы, знаете, он заплатил бы. Чем вот это ругаться. Я говорю, ну поругалась я 20 минут. 20 евро выиграла. Ничего страшного. Там поругаешься, тут поругаешься. Правильно? Себя нужно уважать. Из-за себя нужно стоять. Пускай. Даже хоть за евро. Хотя пятерку или сколько потеряла. Ну ладно, не в этом суть. Вот как я весело с вами погуляла. Надо все-таки палку с собой брать. Ну неудобно с палкой ходить. Селфи. Так нормально. Ой, кремом намазалась, а еду вот так вот. Все у меня течет. Такие стрекозы летают. Я теперь в парк иду. В конце нашей прогулки. Потому что если это вначале совершать, Чарли потом оттуда не утащишь. Он не хочет идти из парка. Он показывала несколько раз, как он ложится в траву и не хочет уходить отсюда. А это я его сначала по полям повожу. А потом он радостно бежит в свой парк. Валяться на траве. И в общем счастливая собака домой идет. И уже уставшая. Домой уже идет как бы с желанием. На улице уже так. Солнце раньше заходит уже как там за горизонт. И темнеет раньше. Но зато наступает такая прохлада. Классная. Я уже дома доедаю кактус. Кстати, мне понравился. Он вкусный. И с вами буду прощаться. Надеюсь, модбук сегодня не захочет перезагружаться. Вот. И все у меня получится. Всего самого лучшего. Всем пока-пока. Домашенька. color計 мгновенин�е. Пока-пока.